На прошлой неделе прошла жеребьевка футбольного корпоративного турнира среди руководителей подразделений группы ТМК и группы Синара. Жереби для полевчан вполне можно назвать удачным. В один квартет с ними попал новичок турнира Нефтегазсервис, а также Калужский Путьмаш и действующий чемпион Каменск-Уральская Синара. Это наш традиционный старый соперник, друзья-товарищи. Мы с ними дружим и играем, и соперничаем в баскетболе, и в футболе. В баскетболе мы заняли третье место, а не второе. В прошлом году они стали чемпионами по футболу. Очень сильная команда. Она заметно обновилась, омолодилась. Поэтому они в прошлом году очень уверенно выиграли. Будет довольно тяжелая игра, но будем стараться. Полевская команда всегда с большой ответственностью подходит к участию в корпоративном турнире по футболу. Готовиться полевчане начинают за три месяца до начала турнира. Тренировки проходят дважды в неделю. Задача минимум для полевской команды – это выход из группы, то есть нужно занять одно из первых двух мест в своем квартете. Это вполне им по силам, если учесть, что костяк прошлогодней команды сохранился. Все футболисты опытные и сыгранные. Из минусов можно отметить отсутствие так называемой свежей крови, то есть молодых перспективных игроков, способных в будущем взять на себя роль лидеров в команде. А пока наши футболисты оттачивают взаимодействие и наиграют так называемые домашние заготовки, чтобы на турнире ставить перед соперниками неразрешимые задачи. Также, в свою очередь, не исключают и сюрпризов от других команд. Вы знаете, каждый год можно ожидать сюрприз, потому что каждый год многие команды привозят новых молодых игроков. Поэтому мы встречаемся только раз в году, на несколько дней, и мы, к сожалению, находимся друг от друга далеко, и мы не понимаем силу команд, пока не приедем и не увидим друг друга на поле. Поэтому сейчас что-то загадывать. Каждый год меняется чемпион, и практически каждый год меняются призеры. Вот. И выстрелить может быть кто угодно. Поэтому ждем, ждем новых звезд, новых подарков. Впереди еще два месяца кропотливой подготовки, а затем и участие в корпоративном турнире, который хоть и проходит всегда в напряженной принципиальной борьбе, все же не нужно забывать, что ТМК и Синары – это одна большая дружная семья. И все футболисты за пределами футбольного поля – уже не непримиримые соперники, а хорошие друзья. Остается пожелать нашей команде удачного выступления, и главное – вернуться без травм. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости 11 канала.